Студент года КФУ 2022. Старт приема заявок. Медиаперформанс от студентов Казанского университета. Елабуга музыкальная. Сразу два концерта на сцене Елабужского института. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Ильвина Габдрахманова. Четыре врача университетской клиники и научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, а также сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета стали победителями Всероссийской премии для врачей и продокторов. Также в топ-10 лучших государственных клиник Татарстана вошел родильный дом университетской клиники Казанского федерального университета. В Казани с рабочим визитом находится делегация Турции во главе с соприседателем попечительского совета университета Ибн Хальдун Белялем Эртаганом. Утром делегация встречалась с главой Татарстана Рустамом Минихановым, а затем посетила Казанский федеральный университет. За визитом следила Аделина Абрахманова. Искренне хочу поприветствовать наших гостей, поблагодарить за ваше внимание к нашей республике. И, конечно же, искренне рады, господин Эртаган, видеть вас в Казани. 8 ноября состоялась встреча турецкой делегации во главе с президентом Всемирной конфедерации этноспорта сопредседателем попечительского совета университета Ибн Хальдун Белялем Эртаганом с главой республики Татарстан Рустамом Минихановым. На встрече обсуждались варианты сотрудничества стран и различные вопросы развития высшего образования. Для нас большая счастье, что Казань в этом году является молодежной столицей организации исламского сотрудничества. И это большая, хорошая возможность нам укрепить взаимодействие со странами исламского мира. На встрече присутствовали представители научного сообщества республики Татарстан. В переговорах принял участие Ленар Сафин, ректор Казанского университета. Вопрос, что визиты я посетил университет, у нас возникла вот эта идея. Думаю, она в правильное время, в правильном месте возникла. И, конечно же, я как президент конфедерации этноспорта понимаю значимость вот этих межнациональных, межгосударственных обменов. И то, что вы смогли нас посетить и оказали нам честь. Спасибо вам большое. После встречи с главой республики турецкая делегация посетила Казанский федеральный университет. Там в начале визита делегация встретилась с ректором Казанского университета Ленаром Сафиным. После чего гости отправились в музей истории Казанского университета, где работники музея провели экскурсию, все больше знакомя гостей с университетом. Следующим этапом встречи стала запись делегации в книгу памятных гостей Казанского федерального университета. В финальной части визита для гостей провели экскурсию по значимым аудиториям главного здания, а после делегация посетила императорский зал и мемориальную аудиторию. После экскурсии состоялся обмен сувенирами, а также памятное фото. Адалина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Объявлен старт заявочной кампании ежегодного конкурса «Студент года КФУ-2022». Все детали расскажет Амир Ахтямов. Традиционно, подводя итоги уходящего года, Казанский федеральный университет чествует своих лучших студентов, которые достойно представляли КФУ на конференциях и конкурсах, соревнованиях и фестивалях различного уровня. Большое количество номинаций, конечно, ежегодно появляются новые. То есть конкурс идет в ногу со временем, можно сказать, отвечает запросам студентов и общественных организаций. В этом году новая номинация «Лучший студенческий отряд». Соответственно, ребята, которые летом выезжали на Целину, будут тоже доказывать, что их отряд был лучшим. Конкурс проводится в несколько этапов. Первый этап – заочный. Подготовка конкурсных работ во движении кандидатуры для участия в конкурсе. Второй этап – очный. Проведение собеседований с участниками конкурса. Собеседование по индивидуальным номинациям проводится непосредственно с участниками конкурса. По коллективным номинациям с руководителем студенческого общественного объединения и коллектива. Скоро заканчивается только прием заявок, то есть прием конкурсных портфолио. Далее участников ждет заочный этап, когда будет работать жюри конкурсно и рассматривать каждую поданную папку. После чего лучшие конкурсанты будут приглашены на очный этап конкурса. Третий этап конкурса – церемония награждения. Это торжественное объявление лауреатов и победителей в каждой из номинаций. Напомним, что первый этап заочный заканчивается 14 ноября 2022 года. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. Студенты Казанского федерального университета станут участниками уникального медиаперформанса на театральной сцене. Проект совместит в себе элементы классического театра и экранных инсталляций. Все подробности в сюжете Маргариты Михайловой. Студенты Казанского федерального университета станут участниками уникального медиаперформанса на театральной сцене. Проект совместит в себе элементы классического театра и экранных инсталляций. Как преподаватель высшей школы журналистики, я понимаю, что ребятам нужно какое-то пространство для экспериментов, для того, чтобы они могли попробовать свои силы и реализовать какой-то общий совместный интересный проект. И надеюсь, что вот этот театр, иммерсивный, интерактивный театр, именно станет такой площадкой для коллабораций, для какого-то совместного процесса, совместного эксперимента. И, наверное, это самое главное, что это возможность здесь пробовать и учиться, и получать уже какой-то результат. Второй момент, который мне бы хотелось как профессору, как преподавателю реализовать в этом проекте, здесь, наверное, конечно, это просветительский, культурно-просветительский план, потому что это то, что молодые говорят для молодых, рассказывая о каких-то своих историях. И будет использован принцип стори-теллинга, рассказы истории именно на современном, на таком художественном, живописном каком-то уровне. Мы будем рассказывать о героях, о их трагедиях, переживаниях. То есть это именно тот формат, который сегодня для молодых наиболее интересен. Сюжет постановки расскажет о страстной любви, поиске себя и предательстве. В центре истории реальный человек, художник, судьба которого плотно переплетена с городом Казань, а именно с Казанским художественным училищем. По словам консультанта проекта, основная задача команды верно передать атмосферу того времени, не исказив историю и сам сценарий. В любом случае, режиссер, который хочет какое-то произведение поставить на сцене, зависит от его способностей и талантов. Он может передать то, что хотел сказать автор Чехов, еще кто-то из драматуры Булгаков, а может сделать хуже. Он, выпендриваясь и стараясь выделиться, пытается пересмотреть, и это же произведение не будет отображать то, что хотел сказать сам писатель или драматург. Работая над проектом, студенты опирались на архивные материалы о художнике. Режиссер документального фильма, фрагменты которого будут участвовать в постановке, пояснила, что несмотря на достаточно сложный формат, работа обещает быть динамичной и совсем не скучной. В структуру проекта Ангелина Морозова планирует включить игровые сцены, чтобы максимально раскрыть образ героя. Мы решили показать его таким, какой он был и то, как он жил здесь и сейчас. И это играет, наверное, очень важную роль, потому что люди, которые живут в Казани, зачастую и не знают об этом человеке, который прославился на весь мир своим творчеством. Имя центрального героя участники проекта пока не раскрывают. Но в разговоре с нашей съемочной группой согласились сделать пару намеков на его личность. Это просто эпоха, которую я могу так упомянуть, чисто как стилист по поводу нарядов, что это послевоенное время и там 1900-е года и уже... То есть есть намек, можно догадаться о том, кто это будет, что это будет, ну и что это происходит в родной Казани, тоже как намек. Впереди много работы, однако студентов это совсем не пугает. Показ предположительно состоится уже этой зимой. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Александр Кузнецов. Универньюс. Елабужский институт КФУ отмечает сразу два торжества. О каких праздниках идет речь, узнаете в сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось праздничное мероприятие, приуроченное сразу к двум знаменательным датам – Дню народного единства и 30-летию принятия Конституции Республики Татарстан. Традиционным открытием торжественной части концерта стали приветственные слова директора Елабужского института КФУ Елены Мирзон. Вообще, действительно, конечно, мы живем в уникальном многонациональном мире. И абсолютно справедливо было замечено, что все мы разные. И не только здесь в институте, безусловно, мы на улице разные, в любых государствах мы разные. И в нашем институте, конечно, если мы его принимаем как наш дом, как наша семья многонациональная, разная, то, безусловно, конечно, это тоже важно признавать идентичность и национальную особенность каждому. Перед началом концертной программы в холле института развернулась выставка национальной кухни, где каждый мог полакомиться угощениями, приготовленными с любовью. Со стены прозвучали песни и стихи, посвященные родному краю в исполнении студентов вуза, а также обучающихся колледжа и университетской школы. А хореографические коллективы Елабужского института с помощью танцев познакомили зрителей с культурой народов, населяющих Россию и соседние страны. Наши ребята большие молодцы, и мне кажется, что такие концерты сближают нас с делом одним-единым. Было очень интересно узнать о традициях и обучающих народам. Я уже как два года прилетела сюда, и в этой стране мне очень уютно, нравится все. Вот, допустим, я сама из Кыргызстана, а сегодня мы танцевали узбекские и башкирские танцы. Ну, здесь мы как одна большая семья. На сегодняшний день в Елабужском институте обучаются около 4,5 тысяч студентов из 26 регионов России и 9 стран. Главным приоритетом вуза является создание комфортной атмосферы, чтобы каждый из ребят мог почувствовать себя как дома. Алина Красильникова, Айдар Нурмеев, Универньюз. Делегация Казанского федерального университета во главе с проректором по внешним связям Тимирханом Алишевым находится с рабочим визитом в Пакистане. Представители университета знакомятся с научно-образовательными центрами этой южноазиатской страны. В рамках визита в Международный центр химических и биологических исследований Университета Карачи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере науки и образования между Казанским федеральным университетом и Постоянным министерским комитетом по научному и технологическому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества. На этом все. В студии была Ильвина Габдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!